Значит, надо нам язык вписать в логику. В языке мы вроде бы сказали, с метафором ничего не получается, объясните через драматику. Если в логику вписать, а в мир, я все вот хочу спросить, а когда веселая девочка бежит, летит, то есть совсем без девочки ходим все? Не понял. Есть та девочка, о которой мы говорим, вот мы сказали, или есть просто логическое соотношение? Есть абстрактная девочка, о которой мы говорим. Да, или мы действительно говорим о некой абстрактной девочке, которая бежит и как летит, и которая веселая. Девочка-то где-то есть там в мире. Языку девочка не нужна. Да, языку не нужна. Я говорю, в условиях девочка. Получается, что языку девочка не нужна. Но вообще девочка-то где-то есть. Ну вот для логики вещи есть, поэтому если мы впишем язык в логику, то мы тем самым впишем его в мир. А для логики есть вещи? Ну да, у нас что? Сначала единство место, затем вещи-свойства. Это же организует восприятие. То есть у нас же все. Да, потом отношения между вещами. Такие у нас ходы были. В зависимости от состояния логики мы либо имеем единство места, либо вещь, к которому относятся свойства, либо отношения между вещами. И вот на этой стадии мы прекратили и заговорили о языке. С целью разобраться с самим языком, а теперь уже вернуться и посмотреть, как он вписывается в логику. Значит, если логику вспомнить, то... Может быть, лекции надо давать название, чтобы... Вот Игорь привлек название. Разницу я вижу вот в том, что у Игоря есть предмет заказательства, где я пользуюсь, а у меня просто лекции по поэтике. Как это называют? А, называйте как-то. Нет, нет, нет. Почему? Ты не называешь, у тебя номер есть только. Нет, ну она сами лекции называют. Ну, цикл называется, поэтика скажет, да? Ну, это понятно, цикл... Нет, поэтика был следующий. Было, например, я назвал непосредственное, там, мечтательное сознание было, да, там, рефлективное сознание. То есть я вот так как-то называю, там, непосредственно ритуальное сознание. Как-то примерно вот так вот. Ну, это такие нецепляющие названия. Не можем убрать тогда лекции, а просто каждый раз эти названия ставить? Да нет, можно сказать лекции там три, но придумать какое-то цепляющее. Название на самом деле этим заниматься. Нет, ну на самом деле каждая лекция сама, она каждая отличается от другой названия, конечно. Да, там аннотацию была, пишет к ней по-вознанию. Немножко. Ну да, модернизирует аннотацию всяких разных. Ну ладно. Итак, если вернуться к логике, то у нас, ну на какой-то месте, не с самого начала, конечно, мысль сознает себя причиной чувства на какой-то стадии, там, на втором этапе. Тем самым мысль сознает себя как отношение с собой. Мысль делает чувства таким образом, тоже отношением с собой. И поскольку чувство предмета не дано, то мы имеем вещь, обладающая свойствами. В том, свойства одновременно относятся, два свойства, три свойства, четыре свойства одновременно относятся к вещам. Здесь, на этой стадии, если мы вспоминаем, на этой стадии мысль знает себя причиной чувства, но достоверность мысли для себя совпадает с достоверностью чувства для мысли. Мы знаем себя причиной чувства, но не знаем себя причиной себя. Чтобы мысль осознала себя причиной себя, вспоминаем. Чтобы мысль осознала себя причиной себя, и мысль воспроизводит себя. На стадии вещи мысль воспроизводит себя как отношение с собой. Чтобы мысль осознала себя причиной себя, мы должны осознать воспроизведение мысли себя как воспроизведение. То есть осознать само событие воспроизведения. На этой стадии мысль воспроизводит себя, но не осознает само воспроизведение как воспроизведение. Чтобы это произошло, отношения с собой, которые все время воспроизводятся, должны быть выстроены в один ряд. То есть должны сохраниться одно воспроизведение себя как отношения с собой, следующее, второе воспроизведение себя как отношения с собой. При том, что сохраняется первое отношение с собой, и таким образом эти отношения с собой выстраиваются в ряд. Таким образом возникает отношение между вещами. Каждое отношение мысли с собой – это вещь, обладающая как минимум двумя свойствами, если мы помним все это. И когда возникает в ряд выстраиваются отношения с собой мысли, соответственно в ряд выстраивается отношение с собой чувства, а поскольку отношения с собой чувства, выстроенные в ряд, предметно не даны, то предметно нам даны вещи, тоже стоящие в ряд, и вещи становятся сравнивыми по свойствам. Помните помидор красный, мягкий, круглый, огурец твердый, продолговатый, зеленый. Попарно сравниваются свойства красный с зеленым, твердый с мягким и так далее. И это попарно сравниваемые свойства двух и более вещей относятся к отношению вещей. При этом отношение как вещь было раньше, чем свойства. И свойства отличные одно к другому давали определенность вещи. А вещь сама по себе была чем? Просто местом. Просто местом. Такие отношения вещей раньше, нежели отношения попарно сравниваемых свойств. И поэтому отношение вещей есть отношение тождества. Вещь есть вещь. Которая потом рассвечивается свойством. Таким образом получается, что есть отношения, отношения. Таким образом получается, что в ряд выстраивается отношение мысли с собой. Что предметно выражается. В отношении вещь есть вещи. А затем, по мере сравнения свойств, получается помидоры и огурец. Если мы теперь посмотрим на это, мы, собственно, остановили логику. Но сравнение вещей, довольно далекая стадия вполне. Собственно, даже не понятно, что еще требуется. Если мы получили вещь, получили отношение вещей по свойствам, то что еще, собственно, в мире может быть. Мы выстроили иерархию. Вещь есть, помидор, огурец. Напомню, помидор одного сорта, помидор другого сорта. Помидор есть помидор, но одного сорта, другого сорта и так далее. Сравнили вещи и выстроили движение от рода к виду. Но это не одно и то же вид движения, кажется. Установление отношения между свойствами вещью и установление вот этих родовидовых отношений. У меня не одно и то же, конечно. Просто сравнение вещей – это одна процедура. Помидоры с огурцом. А движение от вещь есть вещь к помидоре есть помидор, огурец есть огурец. Помидор одного сорта есть помидор. Помидор есть помидор, огурец есть огурец, да, потом помидор одного сорта есть помидор одного сорта. Ну и так далее, для безгонечности. Это движение родовидовое, а просто сравнение вещей. Вещи стоят рядом друг с другом, вещей и свечи, мы сравниваем просто их по свойствам. Сравнение может принять вид родовидового движения, но в принципе мы сравниваем, можем просто сравнивать разные вещи. И дальше, по-моему, идти некуда и незачем, потому что ничего более дальшего, чем сравнение вещей по свойству и родовидовое выстраивание вещей, вроде бы и нечего искать. Но если мы в основу посмотрим этого сравнения вещей, то в основе лежит отношение мысли с собой, другое отношение мысли с собой, при сохранении первого отношения мысли с собой. Этим рядом стоящим двум отношениям мысли с собой соответствуют три предмета. Это почему три? Два предмета, правда? Если отношение мысли с собой – это вещь, то если есть еще одно отношение мысли с собой, то это отношение двух вещей. Ну, видимо, так, да. Я сам немножко подзабыл. Но если мы взглянем в основу этого движения, то есть отношение мысли с собой, и еще второе отношение мысли с собой, третье отношение мысли с собой – все это выстраивается в ряд. То между отношениями мысли с собой, между отношениями тождества мысли, тоже есть некое отношение, потому что они стоят рядом. Когда мысль просто воспроизводила себя, когда мысль просто воспроизводила себя, как отношение с собой. Но если мы выстраиваем эти отношения тождества в ряд, то между ними, между отношениями тождества, тоже есть какое-то отношение. Вот оно сейчас нас интересует. Должно быть какое-то отношение. По-видимому, это отношение тождества, потому что вещи выстраиваются в ряд. Отношение тождества предполагает, что… Именно это и предполагает, что вещи выстраиваются в ряд. И отношение мысли с собой выстраивается в ряд. Но между двумя отношениями тождества никак не может быть отношение тождества. Согласитесь. Во-первых, потому что отношение тождества не отличается от тех отношений, которые оно соотносит. А во-вторых, отношение тождества – это простое отношение, которое, опять-таки, указывает усыновление в ряд. Не более того. То есть отношение между отношениями тождества может быть определенным. Каким-то. Не просто отношением тождества. Отношение тождества между отношениями тождества – это только предпосылка и возможность выяснить, каково отношение между отношениями тождества. Посмотрим с другой стороны на эту проблему Когда мы говорим, что мысль воспроизводит себя в качестве отношения тождества И выстраивает в ряд эти отношения тождества Мы чего достигаем? Мы достигаем того, что мысль понимает себя в качестве кауза суи В качестве причины себя Удерживая ряд, все время увеличивающийся ряд Одно отношение тождества, другое рядом стоящее отношение тождества Третье рядом стоящее отношение тождества Мы тем самым осознаем воспроизведение как воспроизведение Когда мысль просто себя воспроизводила, не выстраивая в ряд эти воспроизведения Мы не осознаваем, что было Воспроизведение было, но не осознавало себя как воспроизведение Тем самым мы говорили, что мысль не знает себя как причина себя Мысль является причиной себя, мысль воспроизводит себя к отношению с собой Но мысль не знает себя в качестве причины себя Когда мы осознали воспроизведение как воспроизведение Мы тем самым осознали, что мысль является причиной себя Мы осознали, что мысль является причиной себя тем способом, что она воспроизводит себя, как отношение с собой. Мы осознали, что мысль есть причина себя, мысль есть кауза с собой. И казалось бы, уже некуда дальше идти, но можно заметить, что в этом движении, в выстраивании ряд отношений творчества мысли с собой, в этом движении сознания себя причиной себя и причинения себя не различны. Сознание себя причиной себя и причинение, самопричинение себя не различны. Это одно и то же. Мысль сознаёт себя причиной себя тем способом, что производит себя. Или наоборот. Или наоборот. Мысль производит себя тем способом, что сознает себя причиной. Ну, это же вроде бы разные вещи. А? Вроде бы разные вещи. А пока они не различены. Пока они не различены. Казалось бы, мы уже получили мысль как кауза су, и все, можно уже идти спать. Ну, здесь, казалось бы, их тяжелее отождествить, чем различить. Не знаю. У меня получается так, что на этой стадии выстраивания в ряд отношений с собой, на этой стадии причинение себя собой… Так, а именно, прошу прощения, причинение именно выстраивания в ряд является деятельностью сознания? Да. То есть, что он ставит в ряд, вот это и есть та деятельность, которая… Причем, действие самопричинения, потому что оно, сознание осознает, что оно себя воспроизводит. Именно потому, что стоят в ряд. Пока не стояли в ряд, когда были просто действия, ну просто действия уже непонятно одно или много, то такого сознания не было. Да, это известный наш ход, он опять повторился, да? Нет, но здесь же у нас уже область логики, область рефлексии. Каким образом причинение себя может быть непосредственно самому себе? Да. Я же уже знаю себя причиной, но при этом я… Тем способом, что причиняю? Ну, деятельным способом. Да. Ну, в чувстве я еще мог понять эту разницу, а здесь-то, здесь-то уже логика. Здесь все происходит как бы внутри себя. Таким образом, здесь причинение может быть отличено от знания. Вот, хорошо. Игорь говорит, что легче отличить, чем отождествить. Да. Вы говорите, что нельзя различить. Ну, я говорю скорее в том смысле, что вот это само выражение, что знает себя только тем способом, что причиняет себя. Да. И причинение себя отличается от знания себя. Я только против того, что причинение отличается от знания. Оно по сути… Почему оно может от себя отличаться-то? И это причинение, которое точно знает, чего оно делает. Но при этом знание себя причиной себя совпадает с причинением себя собой. Я знаю себя тем способом, что причиняю. Именно в причинении себя я знаю себя причиной себя. Вот такая твоя картинка. Неразличено. А каким образом, в принципе, может быть… Я не думаю, не понимаю. А как оно может быть различено? Это что значит? Сознание знает себя причиной себя… Но при этом не причиняет. Но не причиняет. Аллилуйя. Вот вообще это что означает? Я как раз это и хотел сказать. Здесь, видимо, должна быть такая картинка. Сначала знает… Логически, разумеется. Сначала знает себя причиной себя, а затем и вследствие этого причиняет себя. Мы хотим получить вот такую картинку. Сначала знает себя кауза суи, а потом кауза суи. Если действительно совпадает, мы видим, что… Это как доказывается? Мысль не может остановиться. Если мысль остановится, перестанет этот ряд увеличивать, то она перестанет и быть причиной себя. Может доказать структур противного? Ну, по-моему, даже нет, по-моему. То есть, если было бы наоборот, если бы я вначале бы причинял себя, все бы понимал, что я являюсь причиной происходящего, то тогда было бы… как было бы возможно? Осознать в себе причиной происходящего означает разрывать этот ряд, что невозможно. По этой причине… По этой причине, да. Из-за этого мы вынуждены переходить к другому рассмотрению, что я вначале сознаю себя, а потом вследствие этого причиняю себя. Да. Ну, Игорь скажет, что тоже смешно. Что можно требовать? Если я перестал причинять себя, то как я могу осознавать себя причиной себя? Мне кажется, здесь на самом деле существует два направления. Все наше знание, оно возникает в каком-то смысле из феноменологии, из предметов. Это направление, каким образом мы знаем себя из предметов. То есть мы как бы снимаем форму в предметном виде, да, и знаем себя. А можно знать себя не исходя из снятия предмета, а как и по другим образом изначально. Вот как бы вот и знание себя изначально – это то, что мы сейчас называем, мы производим себя. То есть когда форма сама себя как бы производит, да, то есть является причиной себя. Это знание изначально. Есть изначальное знание как бы изнутри, а есть как бы знание вторичное, которое получается из анализа снятия форм, в котором находится предмет. И нам, значит, надо соединить эти два знания, да. То есть мы всякий раз обнаруживаем себя, свою форму в предмете, и всякий раз на основе этого делаем какие-то дальнейшие ходы. Но этот ход, он как бы имеет значение феноменологическое, да. То есть мы сначала форма предметила себя, чтобы потом себя узнать, да. А теперь нужно получить некое знание, которое является изначальным. То есть ведь форма изначальной является причиной безотносительно предметов. То есть это знание должно быть получено не вторичным образом, как снятие формы предмета, да, а каким-то первичным образом, как схватывание себя. И пока на самом деле это схватывание себя доступно только в виде того, что форма является своей причиной, буквально производя себя. И больше никак. Так. Подождите, это же все в мысли. Что значит мыслить себя причиной себя, но при этом не производить себя в качестве причины себя? Что бы это могло означать? Не производить невозможно, может только различить. Не производить невозможно. Можно только различить момент, да, вот этого начала и момент, как уже… Ну хорошо, ну различить. Ну а в чем состоит этот момент, когда я логически еще знаю себя, но еще не причиняю себя? Ну что это за… Ну вот есть же некоторого рода понятия самосознания, да. То есть самосознание, оно ведь до всякого, до всякой рефлексии, до всякого непосредственного знания себя. Вот есть некое первичное знание до всякого потом вторичного знания. Себя во всех формах. То есть сначала я знаю себя, а потом я знаю себя в том числе и в формах предметности. Или мы себя постигаем только всегда предметным способом. И нет такого чистого схватывания. Ну у нас отродясь такого не было, потому что форма была формой предмета. По-моему, сейчас как раз наступил момент, когда предлагается схватить себя беспредметно. И как раз это вот беспредметное схватывание не означает, как ты говоришь, да, нечто странное. Это как бы знать себя до производства формы предмета. Ну да, там, когда форма соотносится с предметом, еще и тут такие различия, они как-то осмыслены. А когда все эта форма применяется к самому себе, это что, она в каком-то смысле предмет самому себе? В каком-то смысле она чистая. Нет, она чистая, это Бога ради. Но она при этом должна быть предметом для самого себя. Становящимся предметом, что ли? Нет, там-то и состоит суть, на самом деле, что всякий раз, если пор он будет предметным способом, то знание всегда будет вторично по отношению к производству. То, что мы сначала производим, а потом познаем, правильно? Всегда так. Знание всегда вторично по отношению к причине. Давайте двинемся, вот вернемся к моему первому пассажу. Когда отношения с собой выстраиваются в ряд, то в каком-то смысле между ними, между этими отношениями мысли с собой, есть некое отношение. Это отношение как бы существует непосредственно. То есть оно и заключается, собственно, в том, что отношения с собой выстраиваются в ряд. Мы можем сказать, что раз они выстраиваются в ряд, то это отношение торчится. ambiente. Как вещи выстраиваются, весь весь вещь, так и отношения мы с собой выстраиваются в ряд». И средоме между ними есть некое отношение, которое неэксплицировано. Оно есть тем способом, что вещи выстраиваются в ряд. Об этом в отношениях больше нечего сказать, что отношение заключается но в том, что отношение «я», тождества выстраивается в ряд. об отношении между ними сказать больше нечего сказать хочется получишь вот это сознание да и эта форма она окажется своего рода тоже предметом по нашему рассмотрению такая некой позиции мы сейчас дам сейчас ставим на позиции какой-то внешний да и начать что есть некая как бы форма который для нас сейчас исследователи являются рода тоже вещь я хочу сказать что если мы достигнем цели и определим это отношение между отношениями тождества мысль то мы получим некую иную ситуацию когда на самом деле мысль осознает себя причиной себя без действия причине то есть мы осознаем что значит выстраивание в ряд что происходит при выстраивании в ряд какое какое отношение между отношениями тождество существует и опосредует и на иначе говоря отношение тождество выстраиваемое в ряд что значит выстраивать ряд вроде бы есть опосредование раз в ряд просто не одно и то же то есть ряд это некая постреливаю терминах опосредование может и есть не вы выстроенные в ряд отношения тождество мысли вроде бы опосредованы просто тем фактом что они стоят в один ряд даны одновременно не одновременно и в то же время непонятно как они опосредованы опосредование не эксплицированно заключается в том чтобы эксплицировать отношения но тогда это будет уже другое построение мы поймем что такое опосредование то что опосредует отношения мысли с собой то есть понятие рядом мы должны эксплицировать то есть в мы понимаем что отношения между этими одними состоит в том что следующее например то есть мы еще в той стадии когда мы не сознаем даже вот это отношение между двумя рядоположенными да только это положено теперь уже страшно страшно сложные отношения мысли с собой да 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 акты действия мысли а ты воспроизведение себя как отношения с собой но только выставленные вряд ли не получается что мысль таким образом себя предмечивает и вообще-то становится сама для себя вещью ну в каком-то смысле да только это ведь видимо не отменяет продолжающегося причинения мы продолжаем выгодь говорить как же так можно остановить причинение сознавать себя мы продолжаем выстраивание в ряд но мы эксплицируем что значит выстраивание в ряду нет вот этот ход да он он понятен что если акты воспроизведения мы понимаем да что они выстраиваются в некоторые ряд то вопрос о том какое отношение между ними в этом ряду и тем самым что означает этот ряд и это да это мы подковываем лошадку на ходу ну бога ради да или прием зайца вот но набегут да нет и вот этот заход понять а мне кажется среди прочих вещей вдруг обнаружил такую вещь как я мне кажется не так как вы как вы говорите что мир перебираем и вдруг еще нашли такую вещь какую-то декарта я нашли еще и декарта же ведь так действительно друг раз среди прочих вещей обнаружили еще и я ну вообще-то я мы обнаружили давно но может быть в каком-то смысле это будет я я не думал и так есть стоящие в ряд 2 отношения с собой простейшим образом и мы должны между ними есть отношение тождества но это не удовлетворительно потому что еще раз скажу отношение тождества между отношениями тождества но это не напишет это возможно это и значит что отображение то что с�리ок есть отношению творчество между отношениями творчества поскольку а другой стороны это это наверное надо подводится трое стороны невозможно потому что это отношение творчество ничем не отличается вот тех отношения творчества которые на упаследуем ты ждано не опоследуем и это если бы он совсем не опосредовал тогда у нас просто не было бы этого опыта ряда а раз ряд есть то значит какое-то последование то тут есть она есть только постольку поскольку мы продолжаем строение ряда мы не можем остановить движение ряда а если мы осознаем то мы вроде как сможем остановить движение но посмотрим и остановить вы всегда обещаете никогда не останавливать хотя бы понять каково это опосредование заключенное в ряду это да да вот просто я хочу сказать что удовлетворительно или не удовлетворить и отношения тождества между отношениями тождества она видимо удовлетворительно только постольку поскольку мы продолжаем это построение ряда как некое утверждение о двух стоящих отношениях это не удовлетворительно на это я хочу сказать если остановить и взять просто два отношения с собой и сказать что между ними есть отношение тождества между двумя отношениями тождества, эти отношения тождества, это фигня. Это невразумительно. А поскольку движение происходит, то мы можем, не что же сумнявшись, говорить, что между ними отношения тождества, потому что ряд продолжается. Само отношение между отношениями тождества воспроизводится. Отношение тождества воспроизводится, отношение между отношениями тождества тоже воспроизводится. Движение необходимо. Остановить нельзя. Но мы тогда условно как бы останавливаем и задаемся вопросом, каково это отношение, каков родопосредование, двух отношений к Тождеству, каков характеропосредование. То есть это отношение второго уровня? Да, мысль углубляется в самопричинение. Как правило, а бесконечность там не возникнет? Ну посмотрим. Это чисто такой конкретный вопрос. У нас отношение, отношение, да, это как-то не стандартная вещь. То есть отношение, отношение, и дальше отношение, отношение, и выше, и выше, и бесконечность. Ну на практике мы все время ставим огурец рядом с помидором, помидор рядом с апельсином, апельсин рядом с арбузом, вот такое движение. Вот это наше. Да, если предметно, то да. Ну так откуда же столько фуктов и вообще это взять для бесконечности? Ну мы можем, нет, мы можем в обратную сторону, уменьшать реально. Если мы уперлись, остановиться в целом нельзя, но можно ряд уменьшать. Ну просто ты как бы возражение, если регресс твоей возникнет. И получается ли так, что это новое отношение просто воспроизводит предыдущее отношение, просто опредмечивая сами отношения? Нет, здесь опасность на самом деле, что вот мысль опредмечивает себя и рассматривает себя как вещь, и тем самым впадает как в вашу, что форму можно вот взять ее там в чистоте. И рассматривает ее, и по отношению к ней выстраиваете все то же самое логику. Может быть мне просто сейчас не... Опять я все про практику, да. А на практике у нас получается, что если у нас есть отношение помидора с огурцом, то тут же у нас отношение помидора с огурцом взятые вместе к апельсину. И так ли, да? А их потом всех троих вот в такой сложной ситуации к карбузу. Или все-таки у нас по одиночке гадается? Нет, они идут в один ряд. То есть по одиночке. То есть если у нас есть отношение огурца и помидора, то тут же помидора с апельсином. Рядом стоящие, да. Сразу же с помидором и с апельсином. Да. А потом, значит, апельсина сразу же к карбузу. Вот это есть отношение. Да. То есть про огурец уже забыли? Нет, помню. Ну вот. Поэтому я и говорю, что у нас есть отношение не помидора к апельсину, а отношение огурца и помидора, взятые как отношение, то есть в кавычках, к апельсину. Ну да. За кавычное отношение. Афиг его за кавычки. Но если сейчас все будет в предметной форме, мы никогда никакому я не перейдем. И с предметной формой я изъять невозможно. Что случится с предметной формой, когда мы... С ней, наверное, уже ничего не случится, потому что больше, чем сравнивать рядом стоящие вещи, что еще делать? Да, ну то есть я все-таки, опять я возвращаюсь. То есть обнаружение я состоит в том, что мы рядом с помидором и апельсином кладем, между помидором и огурцом кладем апельсин. Да как я там обнаружился? Ну я не вещь это, но нельзя я обнаружить среди прочих вещей. Мы сначала обнаружили, давайте, а потом смотреть, что на практике, как это повлияет на практику. Мы еще не обнаружили. Я же должна непредметным образом обнаружиться. Как это у вас так? Ты посмотрел на яблоко, посмотрел на огурец, а вообще-то я есть, да, и все здорово. Так что ли? Не, ну это не Хайдеггер. Да дело не в этом. Нет, я просто в те, так сказать, стол, стол, у, я. Так, таким образом обнаруживается. Нет, понятно, что нет. Не про то, что. Нет, ну я вот как бы вот тому говорю, что я все-таки вещь или не вещь. Если она и вещь, то почему бы ее так не обнаружили? Так, и среди прочих вещей, так сказать, завалялась еще такая вещь, как я. Ненужная. Подручная. Нет, почему? Она как раз самая нужная. Ну, опять-таки, это же разговор по сторонам. Нет, но если я говорю, мы в чистых формах, никакой предметности такой не должно быть. Я же говорю, что изъять из предметной формы, как мне кажется, вот этим движением, да, я, невозможно. То есть вы, как бы, ну не знаю, это как-то немного странно. Получается, что нельзя положить рядом помидор, апельсин с помидорами и огурцом и не обнаружить тем самым я. В виде еще одного рядом лежащего, это предметной вещи, да? Нет, нет, другим способом. Ну вот и мне интересно, что... Нет, другим способом, чтобы положить еще рядом и арбуз. Так я и говорю, что предмет таким образом интересный, это похоже на магию, да? Это похоже на шаманство. Нет, ну пока мы не... То есть я вот ведет себя таким хищническим образом, оно все время накапливает вещи. Да, если оно осознает себя причиной себя путем действия причинения себя, то оно накапливает вещи. То есть я вот такое собственное, понятие собственности, в которой монент наказывается присущее я. То есть я разворачивается, ну совсем как бы философий и право делишь, да? Нет, ну это еще не право собственности, это просто такое плюшкинство. Он, так сказать, не собственник, он просто вещи стаскивает в кучу. Ну и сравнивает по свойствам еще, я не забыл. Ну да, но такая концепция как собственность у него, по-моему, отсутствует. А почему? Ну, а... Да нет, у него как раз, по-моему, собственность как раз лежит в основании государства. У него государство все строится, по-моему, это не про Геггель. Это не про Геггель. А, нет, я... Геггель не про Геггель. Это про Брошкин. То есть про меня-то. Ну что, то есть действительно натаскивание, действительно у нас есть же так подобного рода психическое отклонение, так называемое собирательство. То есть если сорока-воровка, она берет кучу вещей, то это... Да, да, да. То есть вот это показывает, что вороны, вороны и сороки недалеко ушли от человека, да? Вороны и сороки не устраивают ряд вещей. Почему? Ну, они все блестящее, как бы, они берут к себе, потому что оно блестящее. Это все равно сравниваемые вещи. Но это далеко. Влад, мы вернемся к вашей кошке, которая разоглавляет человеческий голос. Да. Нет, так все-таки. То есть это, как бы, вот... Я проявляется в таком собственничестве. Во, я понял, почему это не собственничество. Потому что собственничество, это гораздо более сложная абстракция, чем род и вид. А тут еще, как бы, мы не умеем ее такую получать. Поэтому тут, если и есть, как бы, оперирование, то не с абстракциями, а именно с самими вещами. Ну, но только вещи-то все равно надо сюда вот притащить рядом. Вот я, как бы, вот у меня помидоры и огурец, мне этого недостаточно, и я должен рядом с ними положить апельсин. Мне этого тоже недостаточно, я должен был положить арбуз. Вот у меня закон функционировал, рефлексия так работает. По-другому она не работает. Но у вас рефлексия как деревянная такая, да? Ну, деревянная. Хотя есть чистые рефлексии, без всяких этих предметов. Ну да, только она, в отличие от сороки, скажем, для Булата, да, состоит в том, что сорока-то притащила и не помнит, что. А здесь вещи стаскиваются, но удерживаются в качестве ряга. Поэтому Плюшкин, например, помнит, где у него там лежит калач третьего года. И при желании могут в родовых отношениях выстроиться. Да, совершенно верно. А больше, говорю, делать-то нечего. А помнит, да, нет. Плюшкин это помнит, это понятно. А так, собственно, наше собственническое, собирательское сознание, оно помнит, да, про огурец-то, когда оно уже занято апельсином и арбузом? Да, по условию помнит. Этот ряд именно, ряд. То есть вот накопление таких родных вещей, оно воспринимается как трагедия сознания, то есть остановка рефлексии. То есть взяли наружное и остановили. Если остановили, да, то умерла рефлексия. Да, рефлексия умерла. Илопа, трагедия. То есть у нас и рефлексия внешнего возраста происходят, да? А если потом кончатся предмет этот, кончатся, а после арбуза окажется пустота. Мы о чем-то сейчас и говорим, об этом и говорим. Потом, хопа, закончили все фрукты, остановили его, сразу же воспринимается как трагедия. Рождение трагедии из духа музыки, да? Нет, из духа фруктов. Да. По-моему, можно, как я уже сказал, двигаться и в обратном направлении. Уменьшаю множество. Обязательно надо двигаться. А почему? А почему нет? Я понимаю, если у меня новый предмет рядом возник. Ну да, это такая рефлексия причиняет себя. Почему, если один предмет выкинуть? Ну, исчез у тебя яблоко. Ты хотел яблоко, оно исчезло. Ничего. И ты знаешь, что оно съедено, утеряно, спортилось. И что? Это тоже заставляет тебя двигаться. И ничего. Ничего, не заставляет. То есть, с одной стороны Плюшкины, а с другой стороны эти, как это, благотворители все поры. Нет, индейцы. Которые потлачат. Альтруисты, альтруисты. Потлачат существа. Потлачат и прочее. То есть, два движения. Нет, ну все-таки не пожар. Движение в собственности и движение как бы раздаватель. Ну так нет, мы еще не уверены, что это движение к собственности. Олег Михайлович, что-то не нравится. Я вот вижу подназапросто. Не нравится? Да. Я повторяю. Собирательство – это метафора, на мой взгляд. Есть сравнение вещей по свойствам. И все больше и больше ряд вещей, которые сравниваются по свойствам. Изменение в сторону увеличения или изменение в сторону уменьшения, на мой взгляд, это одинаковое изменение, которое сохраняет условия рефлексии, условия кауза-суи. Собирательство – это метафора, потому что речь идет о собирательстве. А с точки зрения познания мы просто сравниваем сколько угодно большое количество вещей по свойствам. И больше как бы ничего не делаем, а больше и делать ничего. Что еще мы еще делаем? Это с точки зрения познания. Только сравниваем вещи. Чем больше, тем лучше. Сравниваем по свойствам и выстраиваем этот видовой ряд. То есть никакой чистой мысли все-таки нет? Да? И никакого соотношения чистой мысли с собой тоже нет? Ну, Балат, мы же исходим с самого начала из единства мыслящей и чувственной формы. Поэтому у нас и не может появиться мысль, которая отлетела от чувства. Это не наш профиль. Так а все-таки мы сформуем ряд свойств самостоятельно отряда вещей? Нет, мы свойства сравниваем попарно. Но это надо возвращаться в логику, в какое-то место. Сравниваем попарно свойств. Вот огурец, помидор. Да. Ну, вот красный, зеленый, твердый, с мягким. Да, 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 я понимаю. Ну и все. Ну, и тем самым сравниваем вещи. И тем самым сравниваем вещи. И вот все это взяли как этот конгломерат, а потом к нему еще рядом конгломерат. Да. Уже другой. Да. И, если надо, родовидовое, если вы хотите порядка, родовидовые отношения. А что еще бывает? Какие еще можно спросить? Что еще можно спросить с познания? Получили вещи, получили отношения, вещи, и все. А категории? Умыли руки. Категории? Категории, которые не к вещам же относятся, а вообще это как лично, это у нас само по себе. Ну, у нас категории этих полно. Начиная со следующего. Мы в вещах находимся, мы же не видим вещи, категории, да? Мы видим красное, но не видим категории там, допустим, да, нельзя там. Ну, вещь-свойства у нас есть. Причина. Род, вид у нас есть. Причина, немножко отдельный разговор, у нас скорее есть, как у спиноза, впрочем, есть основание, а не причина. То есть общие являются причиной частного. Отношение помидор-помидор-из-помидор является причиной существования помидоров одного сорта, помидоров другого сорта. Даже в видовом, кстати, различие действительно. Где вот это видовое отличие, как оно живет? Ну, это надо возвращаться и второе. Нет, я к тому, что есть видовое отличие, которое можно увидеть в глазах, да, услышать и прочее. А есть видовое отличие, которое можно только как качество, да, скажешь качество. Можно не увидеть. Качество же невозможно, ведь это категория. Или количество, там, ну, и все остальные категории. Есть общие понятия, как у Аристотеля, да, в которой нет, они находятся сами предметы, а не понятно, что такое. Ну, у нас не так было, совсем не так. У нас, когда появилось понятие следующее, появилось время. Когда появилось понятие больше-меньше, мы же только прям ручком вывели все эти вещи больше-меньше. У нас появилось количество и так далее. Какая категория, которая где-то висит, кому она нужна? Нет, а статус категория какого? Он же не вещак же. Ну, да, он, в логике мы получили больше-меньше как отношение вещей. Чистая мысль-то есть? Ну, есть она, да, но только она не где-то там, вот, в шкафу. Больше-меньше – это понимание отношения вещей. Мы поняли, что не просто есть следующее, а есть больше, а есть больше. Тем самым появилось количество. Ну и все, а что еще можно тут хотеть? Какие еще категории? Мы же только категории, наверное, сочиняли, пока двигались. Было и качество, и количество, и пространство, и время. И просто нельзя так вот, по-моему, говорить категорично, что у нас есть только мысль, которая в вещах. По-моему, у нас как бы мысли отдельные есть. То есть у нас получается, что феноменология равна логике, что ли? У нас мысль всегда прежде вещей. Всегда прежде вещей. Мы сначала понимаем, что одно больше другого. Для этого нужна конструкция совершенно определенная, логическая. А вот мы видим. Мысль всегда прежде вещей. И в этом ее, собственно, отличие от вещей. Мы не в вещах унюхиваем больше-меньше, там, следующие, стоящие рядом. Мы сначала это выводим, вот, чисто логически. А в средстве меняется наше видение вещей. Все совершенно просто, по-моему. Это очень не феноменология. Точно так же Гегель рассуждает, что в феноменологии мы все-таки не можем довольствоваться от перейти к логике. У него есть логика, а у нас ее нет, чистой. Хотя все предпосылки одинаковые с Аристотелем и Гегелем. Казалось бы, так вот. Потому что действительно форма прежде вещей, как прежде предмет, как мы говорим, да? Она перечень. Да, она прежде, но она не выстраивается, как чистая логика, как у Гегеля. И не выстраивается, как феноменология, как феноменология. Это совсем другое построение. Так вот, выстраиваемый ряд отношений мысли с собой, тем самым как-то опосредованное, поскольку они стоят в ряду. Но это опосредование не эксплицировано. Чтобы оно было эксплицировано, то есть было определенным, оно должно быть не отношением творчества, а должно быть различено в самом себе. Это опосредование должно быть различено в самом себе. Если вот есть... Была в 3.50 у нас лекция, а как мы там доедем, быстренько доедем. Есть еще минусочки? Ну, есть. Ну, 10. Да. Уже обычно успеваем. Ну, обычно мы сейчас в это время закаживаем. Успеваем. Вот есть отношение мысли с собой, есть некое опосредование. Есть некоторое опосредование. Чтобы опосредование стало определенным, оно должно быть различено внутри себя. То есть оно само должно быть отношением X и отношением Y. Оно само должно, то есть опосредование должно заключать в себе, опосредование двух отношений с собой должно само быть отношением между отношениями. Отношение X и отношения Y. Но тогда... Опосредование... Опосредование будет... Тогда отношение... Между отношениями мысли с собой получит вид отношения X и отношения Y. То есть отношения... То есть отношения... Нет. Между отношениями мысли с собой, отношениями дождества мысли с собой. Отношение E будет заключаться в том, что это отношение получит имя X, а это отношение получит имя Y. Тогда мы поймем, в каком отношении находится отношение дождества к мысли с собой. Вот, например, на такое и построение. Значит, мы сначала делаем различие в себе, в самом опосредовании. Это не удовлетворяет, что опосредование просто отношение дождества, между отношениями дождества. Мы должны провести различения в этом опосредующем отношении. То есть должны его представить как противоположность, как соотнесенность двух видов отношения. И тогда отношение дождества мысли, отношение Я с дождеством мысли, получит и имена вот этих возникающих непосредований. А в принципе такое построить. То есть это переход к языку. X у нас будет id, а Y будет ar. И язык рожден для того, чтобы делать вот эти вот различения. На вещи свойства, на возвратность и невозвратность, на тот или иной падеж. В языке есть сплошные различения. Поэтому мы, если мы ставим задачу придать какое-то отношение, отношение мысли с собой, то мы придаем отношение через язык. Если наша задача, чтобы опосредование было различено в себе, а чтобы оно было не простое опосредование, о котором нечего сказать. Опосредование и опосредование. Что это за опосредование? Ну, назовем отношение к твордеству. Это будет простое опосредование. Чтобы оно стало определенным опосредованием, должно быть различено в себе. И это различение в себе происходит в языке. Id, ar. И тогда эти отношения тоже получат имя. Id и ar. То есть отношение, это будет отношение по свойству, то есть это по действию, а это будет отношение по свойству. Это, ну, черновая попытка проделать эту работу. На этом сегодня остановимся, наверное. Значит, мы в Владом Нарекше не успеем. Но, в принципе, вот такое черновое построение предлагается. На ясно. К рассмотрению. И надо помнить при этом, что язык – это именно отношение. Как я подчеркивал многократно, морфемы – это отношение слова. Фонемы – это отношение морфем. Мы слышим морфемы только потому, что различают слова. Они вообще слышны как морфемы, только потому, что они различают слова. И фонемы слышны как звуки, как фонемы, только потому, что они различают морфемы. Язык – это сплошное различение. Он рожден для того, чтобы это опосредование было различено в самом себе. Получается, что это опосредование различено в самом себе в языке. Не в чистой мысли, как в логике, а в языке. А в языке. И поэтому, если мы имеем отношение то, что, которое соотносят вещи, например, двух девочек, то мы одному отношению задаем имя «Ая» – девочка веселая, девочка грустная, а другому отношению остается отношение друг девочек. Оно получает вид «Ая-Ая» и «Ит-Ит». Веселая и грустная бежит-сидит. Отношения девочек сохраняются, но возникает новая дифференциация отношений. Все.